Мой основной тезис, который мы увидим чуть позже, это что любую самую даже прекрасную идею, которая бы казалось может генерить доход, может убить отсутствие учета. И мы даже с коллегами по поводу моего тезиса дискутируем. Мне вот коллеги говорят, да нет, ну что ты, Господи, ну вот если деньги зарабатываются, если есть доход, то он в любом случае будет. Ну подумаешь, чуть-чуть не так посчитали, где-то чуть-чуть промахнулись, а в конечном итоге, ну главная же тема, это же главный источник прибыли. Я говорю, конечно, тут мы можем спорить очень долго и мы никогда не найдем все-таки ответа, что первоестественно, что первоначально. Здесь все-таки это совокупность, то есть должна быть идея, и у этой идеи должен быть учет. Если нет учета, то эту идею можно похерить. Через некоторое время, когда расходы превышают доходы, компания просто-напросто становится банкротом. Хотя в теории она зарабатывала. Просто в какой-то момент собственники бизнеса потратили немножко больше денег, чем могли себе этого позволить. Но они об этом не знали. Да. Итак, вот меня, может быть, не все знают, решил начать с известного мужчины, который говорит, что если вы хотите быть богатыми, то вы должны там соблюдать ряд правил. Я про это рассказывать не буду, можете это все почитать в интернете. Но мне очень нравится вот это вот восьмое правило, что очень вы должны любить деньги. А если вы их вот любите, то вы их должны уметь считать. И у меня вот эта вот мания учета, подсчета, контроля финансов, она вот была с самого начала, я до сих пор не могу остановиться. Ну вот. И, собственно говоря, вот считаю, и считаю, и считаю. Домой приду сегодня и буду считать. Говорит, извините, что я вас отвлек, помешал считать ваши деньги. Но имеется в виду, я контролирую потоки финансов любого направления, маленького, большого. Мне просто нравится вот сам этот процесс, когда я вижу, как увеличивается, как изменяется, скажем так. У нас вообще очень интересный подход вот к этому росту или к падению. Когда у нас экономика растет, но отрицательными темпами. Да, поэтому тут мне все-таки нравится следить за изменениями и проводить определенную аналитику. Так вот, вернемся к тому, что я вот был заморочен на том, чтобы посчитать эти деньги. И вообще считал, что вообще изначально думал, как их приумножить, как их вообще сделать так, чтобы было много. И вот совсем давно использовал такие методы простые, что нужно было там в кошелек что-то положить, что там обязательно притянет финансы. Или, допустим, взять купюры и разложить их по номиналу. То есть в этом тоже был какой-то ритуал. Лицо к лицу, оборот к обороту. Ну то есть... Нет. Самое, что интересное, что эта история не работает. А правило я вывел следующее, что на самом деле помогает их считать. Вот когда ты знаешь, сколько у тебя в этом кошельке, да, сколько ты заработал и сколько потратил, сколько осталось, и твои доходы там не превышают, расходы не превышают доходы, тогда, собственно, есть результат. Вот, собственно, мы подошли к этой мысли, которую я вам уже озвучил. Тут вот я немного расскажу про вот эту вот цифровизацию IT и то приложение, которое я использую. Значит, началось все с того, что я стал считать деньги в кошельке, а потом я их стал пользоваться приложением. Оно называлось «Домашняя бухгалтерия». Это появилось оно давно. И вообще я контролирую, осуществляю учет личных финансов с 2006 года. То есть с 2006 года я каждый день заношу, вот сейчас это конкретно «Дзенмани», я заношу в приложение все свои ежедневные доходы и расходы. Это, в принципе, небольшой срок, всего 15 лет. То есть как бы, ну это немного. Вы, в принципе, можете, сейчас начнете, и через 15 лет то же самое у вас будет. Понятно, что у банков есть специальные ресурсы, которые помогают, автоматизируют, но, к сожалению, совокупный объем всех потоков, вот все банки собрать, там касса, еще какие-нибудь там фонды, вклады, инвестиции и так далее и тому подобное, все-таки нужно пользоваться чем-то сторонним. Ну вот это конкретно мой выбор. Если кому-то понравится, то пожалуйста, да. Ну и дальше я перешел от личных финансов к финансам предприятия, и, собственно говоря, заморочился на тему, а как же все-таки контролировать ситуацию в компании. И вот эта вот история, она мне просто не давала спать. Хотя, конечно, можно было, наверное, почитать какие-нибудь книжки умные, куда-то сходить, но я почему-то искал этот ответ самостоятельно. То есть вот просто думал, ну как-то же ведь можно отследить ситуацию, что происходит с бизнесом, так или не так, как он меняется. И в конечном итоге определил, что нужно контролировать абсолютно все потоки. То есть мы должны иметь четкую картину, что у нас на входе, соответственно контролировать все расходы, что у нас на выходе. А дальше каталогизировать эти расходы по статьям, которые влияют на финансовые результаты, которые не влияют на финансовый результат. И неважно, какие это цифры. Это могут быть большие и маленькие, но главное вот эта вот динамика. Я всегда своим коллегам говорю, неважно, какой у вас сейчас баланс. Он может быть отрицательный. Мы можем в каком-то проекте уйти в минус в течение полугода или года. Но если мы потом видим вот слом этой тенденции, когда мы из ухудшения баланса начинаем расти, начинаем его улучшать, то, собственно, значит мы на правильном пути. И вот как часто нужно принимать вот эти вот решения о том, правильно мы поступаем или нет. И тут вот я опять же пришел к следующему выводу. Потому что на самом деле все отталкивались там всегда от месячных отчетов. Месяц отработали, и давайте проанализируем, посмотрим, что у нас получилось. И это классика жанра. Но на самом деле у нас в году всего 12 месяцев. А я вот сейчас покажу. А я вот считаю, что активная фаза у бизнесмена это где-то 20 лет. То есть, собственно говоря, 20 лет мы начали, активно работаем. Потом даже если человек остается предпринимателем, то активная фаза, она немножко ослабевает, потому что переходит немного в другую стадию. Сохранение капитала уже больше. Ну, потому что за 20 лет как бы подразумевается, что уже человек заработал. То есть, если он не заработал, ну, тут уже вопрос к человеку. Так что я хотел донести, да, какой мысль. Что если за 10 лет мы 120 раз принимаем решение, да, и смотрим как бы картинку, то за 20 это всего 240 раз. 240 раз вы можете в своем бизнесе принять решение, то или иное. Ну, это вот такие мои умозаключения. И в конечном итоге я перешел к недельным периодам, а после недельного периода я пришел просто к ежедневному. Значит, Google таблицы, вот всеми любимыми я пользуюсь. Здесь конкретно Excel пришлось выгрузить, попросили коллеги. Что это есть? Это вот как раз образец введения балансового учета, вот как это делаю я. Значит, что произошло? Мы один из видов бизнеса, буквально недавно, там, 9 марта, здесь хронология снизу вверх идет, мы выделили в отдельное направление. Поэтому оно хоть и нулевое, так сказать, начальное. Так, а куда-то у нас одна строчка делась. Ну, неважно, вот здесь вот была строчка, грубо говоря, с нулем, да, а после этого появился положительный баланс, что у предприятия появился собственный капитал, там, в размере 52 тысяч рублей. Вот, хотя цифры немаленькие, да, то есть, как бы дебиторка, кредиторка достаточно большие. Вот, и склад. Это просто по причине того, что вот с чем борются, да, налоговики взяли, раздробили. Вот, то есть, и кусочек туда перевели. Окей, вот, не буду рассказывать, что конкретно. Итак, что позволяет вот эта вот картина, да, я вижу, вот самая главная цифра, это итуго, что происходит с балансом. Вот он был 52 тысячи, стал 98, 131 и пошел расти. Вот он изменяется каждый день. Сначала он улучшился, стал, увеличился на 52 тысячи, потом добавилось 45 и так далее и тому подобное. И параллельно с этим мы проверяем по вот этим вот категориям расходов, да, смотрим, какая у нас действительно должна быть доходность. Мы же понимаем, какой мы бизнес ведем и какую вот мы все-таки должны были сгенерить прибыль, там, итуго. То есть, это вот, ну, конкретно валовая прибыль, из которой мы берем, вычитаем расходы. И вот разница между валовой прибылью и расходами получается изменение баланса. А мы эти цифры, по сути, видим путем того, что мы собираем этот баланс. По сути, собираем активы и пассивы вместе, да, и видим динамику изменения на ежедневной основе. Вот и все. То есть, в принципе, простота. В конечном итоге, вот я тут закончу и тем самым как раз еще вот Константину предоставлю возможность. Я чувствую, что он будет про это рассказывать почему-то. И когда вы все-таки научились считать, у вас есть хорошая идея, или наоборот, у вас есть хорошая идея, да, вы ее реализовали, вы грамотно все посчитали, вы заработали деньги, да. Это вот как бонус. Или, может быть, как некая, на следующий раз обсудитель, вот Константин, может быть, что-то про это скажет. Ну, это куда нужно вкладывать деньги, которые заработаны. Как получать пассивный доход, да, и как приумножать капитал. Я не знаю, из какого источника я это, так сказать, взял, но это действительно какие-то солидные источники, и я с этим согласен. То есть это отражает мое мнение, что, ну, правда, вот эта вот цифра меня немного смущает, вот. В общем, вот я считаю, что все-таки нужно вкладывать, даже при меньших доходах, да, нужно вкладывать в реальные бизнесы и получать пассивный доход. Вот, собственно, и вся история, я закончил. Спасибо. Ну, вот вы говорите, что вы каждый день считаете, сколько минут в день вы тратите, ну, или часов, если... Значит, смотрите, когда вот я говорю про таблицы, про балансы, мне достаточно туда просто посмотреть. Мне считать не надо, это делают сотрудники, да, заносят эти данные, я их просто посмотрел, взглядом окинул, увидел, какая ситуация. Вот, и, в принципе, моя конечная цель, к чему я стремлюсь, это сделать так, чтобы все бизнес-направления собирались в одну, там, общую, там, таблицу или какое-то программное обеспечение, вот, где я вот по итогам дня видел бы результат всей группы компаний. Вот это достаточно сложно, объемно, это нужна прям скоординированная работа огромного количества людей. Но я думаю, что я доведу начатое до конца, сейчас, конечно, это не на 100%. А личные финансы, это не занимает, там, несколько минут, то есть, ну, сколько у нас транзакций, на самом деле, в день. То есть, ну, в магазин сходил, что-то потратил, да, в кафешечку зашел, вот, в интернет-магазине что-то купил, там, ну, три транзакции в день, ну, сколько их нужно, чтобы записать? Можно минуту потратить, можно две. Интересная очень тема. Хотел вопрос задать. Вот когда говорим про предприятие, про вот эту динамику, Верх, какой ключевой показатель эффективности, ну, непосредственно ты оцениваешь для предприятия? То есть, что это может быть, там, прибыль, выручка, свободный денежный поток, не знаю, соотношение активов, там, что, как оцениваешь? Да, у нас была отдельная табличка, на самом деле, вот, в ней, собственно говоря, это вот итоговый баланс, я смотрю, как изменяется баланс предприятия, растет он или падает, да, это вот основной показатель. Но, когда ты видишь дебиторку, кредиторку, да, и видишь склад, то ты тут же можешь, как бы, вывести для себя определенные, сделать выводы, да, что у тебя не так, вот, допустим, там, не превышает ли дебиторка, там, норму. Ну, например, продажи у нас в месяц, там, составляют, допустим, 10 миллионов рублей, да, а дебиторка 20, но это, по сути, оборачиваемость капитала два раза, раз в два месяца, и это долго, да, то есть мы думаем, что у нас отсрочка, например, 30 дней, а цифра, допустим, соотношение продажи и дебиторки говорят об обратном, да, то есть, как бы, вот, плюс я для себя еще, когда, вот, получаю итоговые данные, сколько за месяц, да, потом мы их группируем, вот, и получаем цифру итогов все-таки, сколько мы за месяц заработали, смотрим, сколько денег мы вложили, заработали это что, это денежный поток чистый, или что? Это собственный капитал, то есть наработано активов, да, 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 то есть увеличение капитала, да, все, я понял, да, спасибо. Здравствуйте, меня зовут Юлия, последний слайд, можно? А то мы его все сфотографировали. А я нет. Нет. Да, спасибо. Хорошая шутка, наконец-то, все дождались шуток. Да вы ему микрофон не даете. Вопрос такой, вы сказали о том, что самое классное, это деньги вкладывать в бизнес, да, правильно я поняла? Да. А, в какой? Ну, на самом деле, хотя бы... Да, это как раз мы предоставим слово Константину, он сейчас раскроет эту тему, но тут, на самом деле, вы ступаете уже на этот вот шаг инвестора, да, этот путь, он тяжелый, так сказать, тернист, но при этом, при грамотном подходе он даст свои плоды. Какой хитрый ответ. Спасибо. 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 Продолжение следует...